Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мир вам, милость Всевышнего и его благословение, уважаемые телезрители. В мусульманском богословии есть термины халяль и харам, дозволенные и запретные. Почему же ислам регулирует образ жизни человека именно через эти правила? Об этом узнаем у преподавателя Российского Исламского Института Рустама Хазрата Нургалиева. Ас-саляму алейкум, уважаемый Рустам Хазрат. Алейкум ас-саляму арахматуллах. Рустам Хазрат, что же считается дозволенным и что запретным в исламе? Халяль и харам, как говорят на арабском языке, разрешенные и запретные. Хотелось бы привести изречение пророка Мухаммада, смысл которого в следующем. Пророк Мухаммад говорит, что дозволенное известно, запретное известно. Между ними есть сомнительные вещи. И эти сомнительные вещи большое количество людей не познают, не знают, сомневаются, ошибаются. Это похоже, подобно тому, как говорит пророк, как пастух вводит свое стадо вокруг заповедника, рядом с заповедником. И очень близко, близко, близко вот-вот готов попасть в этот заповедник. В этом смысле у каждого владыки, у каждого царя есть свои заповедники. Владыка же, заповедник же Всевышнего, это его запретные вещи. То есть мы должны сторониться, стараться не попасть в этот заповедник. Как бы нам сладко и приятно бы не хотелось бы окунуться в этот заповедник, это запретные вещи. Также продолжает пророк Лесам объяснять, говорит, что у каждого человека есть кусочек мяса внутри. Если этот кусочек будет благим, то все тело будет благим. Если оно будет испорчено, то все тело испортится. И этот кусочек – это сердце. То есть таким образом пророк Лесам объяснил, что в принципе в исламском праве, в исламе полностью все разъяснено. Но когда мы говорим, общаемся с религиозными людьми, мы очень часто и много даже с мимбара проповеди слышим про харам, запрет, 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 запрет. То есть чтобы вдруг нам не показалось, что все так плохо и мы говорим только о запрете, я вам объясню простое правило. Почему мы так много говорим о запретах? Да потому что нам нужно постоянно их знать и постоянно их вспоминать, чтобы никогда не забыть их и не ошибиться. Потому что все, что кроме этого запрета, огромное поле дозволенности. Есть такое шариатское правило, которое звучит примерно следующим образом. В основе всего дозволенности. В основе всего дозволенности. Предложите мне любой продукт питания, любую торговую сделку, любое действие. Я скажу, оно дозволено. Если оно не попадает в этот узкий круг запретов, нам лишь нужно знать этот узкий круг запретов. Запрет в исламском праве это то, что ты не имеешь права, не должен делать. Если ты это совершаешь, ты получаешь грех и ответственность судный день за него. Если ты его не совершаешь, то есть оставляешь его ради желания Всевышнего, то ты получаешь награду за то, что ты его оставил. А что же касается разрешенного, то за совершение или несовершение разрешенного, ты не получаешь никакого греха и никакого блага, никакого соваба, никакой награды. С одной только но. Если вдруг ты совершаешь благие дела с желанием идти по пути Всевышнего и быть сильным на пути Всевышнего. Например, я сегодня утром позавтракал. Для чего я это сделал? Чтобы у меня силы хватило провести целый ряд лекций для студентов. То есть если я с таким неятом, с таким желанием употребил пищу, то я за это получаю награду. Или, например, давайте проанализируем курильщика и некурильщика. Например, я не курю. Я не получаю за это награду. Почему? Да потому что я не курил и не хочу курить. То есть я каждый раз, когда не куру, я даже не думаю о том, что я не курю. Но как только курильщик ради Всевышнего оставил сигарету или употребляющий алкоголь, ради Всевышнего оставил это, он каждый раз хочет это сделать. И каждый раз его желание засчитывается как за попытку. И каждый раз его желание формируется в некую награду, в салаб. Если говорить кратко о грехах, то это, естественно, предание сотоварища Всевышнему, несовершение богословских постулатов, как намаз, совершение поста и так далее. Причинение боли, страдания родителям, ростовщичество, перелюбодеяние, воровство. Их большое количество. Но, в принципе, если мы их изучим, да, книг достаточно, то все остальное нам остается разрешено, дозволено. Благодарю вас, Рустам Хазрат, за исчерпывающий ответ. Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракет. Алейкум, саляму алейкум, ва рахматуллах.